Вода, соки и молочные коктейли. Вот набор, который мы обнаружили в так называемом автомате с едой. Специальные аппараты после согласования с региональным Роспотребнадзором установили пока в 11 школах. В планах эта цифра увеличится до 15. Общественность, узнав о подобных нововведениях, отреагировала неоднозначно. Главные опасения были связаны с тем, что в данных аппаратах будут продавать газировку, чипсы и шоколадки. Мы их там не увидели, хотя сок тоже не так уж и полезен. Врачи предупреждают, обилие сахара даже в детских соках может повредить здоровью. Ведь жидкие углеводы наиболее опасны. Жидкие углеводы моментально всасываются, поднимают уровень сахара в крови. У ребенка может быть уже неконтролируемое какое-то поведение. То есть он вдруг может стать нервным, возбудимым, не управлять собой. А потом наступит редкий спад. Сами дети уже имеют свои вкусовые предпочтения. В школе система питания налажена таким образом, что каждое блюдо рассчитано по количеству калорий и энергетической ценности. Так, из необходимых двух тысяч калорий в день на завтрак и обед дети получают 60% от суточной нормы. Поэтому дополнительные перекусы им просто не нужны, считают специалисты. А вот наличие консервантов и красителей может повредить здоровью. Даже обычный шоколад способен принести немало проблем. Казалось бы, ну что такое, съел шоколадку. А если задуматься, какое количество жиров и сахара в этой шоколадке, это колоссальные цифры, которые даже малыш, даже ребенок, который бегает, прыгает, не в силах истрадить. Более того, что часто же все эти продукты дети, не понимая, кушают вместо обычной еды. Сейчас проблема номер один во всем мире – ожирение, в том числе и детское. И как следствие – сахарный диабет. Проблемы с эндокринной системой и гипертония в раннем возрасте. Чаще всего именно нарушение пищевого поведения влечет за собой такие негативные последствия. Поэтому правильному питанию должны учить в семье. Тогда у ребенка будет меньше соблазнов вне дома попробовать чересчур ароматные чипсы или сухарики. Сами же родители проблему понимают, но в установке автоматов с водой ничего страшного не видят. Ну, в принципе, наверное, это все-таки неплохо, но только, наверное, нужно продукты такие более здоровые. Хотя сложно, наверное, из снеков выбрать здоровые продукты. Ну, водичка, сок, может быть, это все приемлемо. Наталья Назарова считает, что перекусы не так полезны, как полноценный завтрак и обед. Я больше отношусь положительно к нормальному питанию, которое просто им давали. Ну, и дают, собственно, до сих пор. Кашки, макарошки, чай, булочки. Они сами больше любят, чем еду из автомата. Здоровье нации начинается с детства. И старая добрая истина – мы есть то, что едим сейчас, по-прежнему является аксиомой. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Город.